Господи, Сил, с нами будем, и так оборазны Тебе, помощникам скорых невинам, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира в Духе Святом. Доброго всем дня и хорошего настроения. Одним из самых тяжелых заболеваний душевной сферы современного человека является тревожность. Тревожность, беспокойство, неуверенность, душевный тремор, ощущение опасности, переживания не соответствовать ожиданиям, неисполнениям, мечтаний. Ну, потому что нас все время подвигает, что вы должны состояться. Вот смотришь на молодых людей, им 17-19 лет, и они вовсе в таком постоянном напряге. Вот, я ничего не успела, я ничего не смогла, вот у меня уже жизнь фактически прошла. А вот там, вот она, и какую-то историю рассказывает, там подруги, которые... Ну, у всех разные ресурсы, у всех разные возможности, мы разные. И вообще-то сомнительность, человек там в 20 лет заработал машину, ну, это вообще не повод для зависти. Ну, потому что, ну, а в чем здесь счастье-то? Ну, есть машина, ну, есть возможность об этом в Инстаграме рассказывать. Ну, и что? Почему нас это все так заводит? Почему мы меряем на себя какую-то чужую одежду, чужие достижения? Ну, у нас есть своя жизнь, которой мы можем просто жить. Вот я вспоминаю свое 18-летнее состояние. Конечно, меня беспокоили какие-то переживания, поиск смыслов. То есть не просто достигнуть жизненного, материального успеха и благополучия. 18 лет были серьезные терзания внутренние на вопрос, в чем смысл жизни. Но все остальное, оно же приложится. Потому что это главное — разобраться, кто ты, что внутри тебя происходит, какие-то отношения с Богом, какие-то отношения с собой, с людьми. А не искать место, чтобы вкрутиться в него и прямо по карьерной лестнице взобраться. И вот эти все переживания, они лишают радости, лишают основы, опоры. Они все время человека беспокоят. Но надо же просто жить. Жить тем, что тебе Господь дает в настоящем. Потому что тот груз прошлого или груз, который мы навалим себе, такого мечтательного будущего, а как бы мне хотелось, а вдруг не получится, он может давить и давать споткнуться даже сильным людям. Не заботьтесь, говорит Господь. Вот есть настоящее. В настоящем дне делай то, что должен, старайся делать добросовестно, качественно. Прошлого уже нет, будущего еще нет. В настоящем старайся жить, жить всей полнотой жизни, быть внимательным. Внимательным то, что тебе говорит Господь через обстоятельства, то, что ты читаешь в книгах, то, что ты находишь в общении с людьми. Но в живом общении не надо залипать, потому что это все фальшиво. Это все селфи на фоне того, сего. Оно красиво, но это пустышки. Потому что это не человек, это картинка человека, как он себя хочет предложить, имидж свой. Но это не то. Вот живое общение. Тянуться к людям, которые в жизни реально добились каких-то результатов. И спрашивать, разговаривать, интересоваться, смотреть их жизнь, читать автобиографии серьезных людей. И не терзать себя этим беспокойством. Запомните, дорогие мои, в Священном Писании есть такой период, когда сыны Божьи стали призывать имя Божие. Тогда было после грехопадения, после Каина и дальнейшего развития Каинской цивилизации. И вот сыны Божьи, то есть люди, которые доверяют Богу, они могут просто жить. Просто жить. Могут уехать в деревню. Могут быть довольны тем, что вот есть домик, есть лес, есть река, есть солнышко, есть жена, есть дети. И это все может наполнять. Нам не надо особо куда-то гнаться, чтобы там быть выше, быстрее, сильнее, чтобы соответствовать каким-то ожиданиям. Мы можем просто жить. Постарайтесь просто жить. Для этого надо на Бога опереться, что, Господи, да будет воля Твоя. Ищите Царствие Божие, Правда Его. Все остальное приложится вам. Поверьте, это правда. Так оно и будет. ПОСТУПИЛЬНЫЙ 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 П